Всем привет! Наконец канал дошел до отметки 1000 подписчиков. Всем спасибо, кто подписался. Итак, сегодня я решил проверить одну вещь, которую мне часто пишут на почту. Мне спрашивают, почему не добавишь Bluetooth-соединение между катушкой и смартфоном, чтобы не использовать кабель? Как на металлоискателе DEVS XP. Это такой металлоискатель, который работает в беспроводном режиме. То есть у него катушка связывается с основным блоком управления по Bluetooth-соединению. Нет кабеля. Это очень удобно, естественно. Этот металлоискател стоит очень дорого. Здесь в Европе стоит порядка 1000 евро. И есть и выше. Поэтому это дорогая игрушка. Мне часто пишут, упоминая это название DEVS XP, и спрашивают, почему бы не добавить, можно ли добавить. Поэтому я решил проверить это все. Я не знаю, будет это работать или нет, но мы проверим. Но чтобы не ждать по полгода моих видео, когда уже все проверено, я решил записывать сразу тесты. То есть, если получилось, не получилось, все равно записывать. И уже буду загружать на YouTube. И вы сможете уже посмотреть весь процесс разработки. И даже поучаствовать в нем, если у кого-то есть какие-то идеи или соображения, или если видеть что-то, что я сделал неправильно, и вам кажется, что можно было сделать по-другому, пишите мне в комментариях или на почту. И попытаемся сделать, чтобы этот металлоискатель работал в беспроводном режиме, как DEVS XP. Не знаю, получится это или нет, потому что у DEVS XP стоит мощный процессор внутри катушки. Мы используем Arduino. И, естественно, Arduino это не мощный микропроцессор, но все-таки неплохой микропроцессор. В этом видео мы поговорим о теории беспроводного соединения с катушкой. То есть, мы поговорим о нашем случае. В нашем случае что нужно? Просто, дешево и надежно. Мы будем говорить о простых вещах. Arduino, Bluetooth-модуль HC-05 или Bluetooth-модуль HC-06. И что у нас еще там? Ну и катушка. Катушку будем использовать, которую уже сделали. Если это все заработает, если все будет хорошо работать, уже в дальнейшем можно будет взять и сделать новую катушку и запихнуть все вовнутрь. Но для начала хочу сделать небольшую коробочку, если все будет работать, конечно, на тестах, если все пройдет гладко, сделать небольшую коробку, которая будет подключаться к катушке. То есть, от катушки идет небольшой провод, небольшой кусок и уже коробки. В этой коробке уже будет Arduino, MOSFET и Bluetooth-модуль. И все, таким образом у нас будет все работать. Если все будет работать, отлично. И тогда уже сделаю видео и постараемся это все внедрить в катушку. Но пока сделаем так и посмотрим, работает ли это или нет. Итак, как я уже сказал, в этом видео мы поговорим о теории, потому что, как бы ни было это нудно или скучно, кому-то хочется, может быть, сразу перейти к действию, опытам. Сначала мы решим, что будем делать, какие задачи у нас. Сразу продумаем, какие проблемы могут возникнуть при этом. И постараемся эти проблемки обойти, если это возможно. Если нет, уже по ходу дела будем решать. Итак, перейдем к делу. Итак, ну задача у нас какая? Задача у нас сделать беспроводную связь на катушке. Вот у нас катушка. В данный момент у нас как работает? Я уже объяснил это в прошлом видео. У нас есть генератор на Arduino. У нас есть схемка, которая принимает от приемной катушки сигнал и передает его на смартфон. Это защитная схемка, где у нас стоят диоды, одно сопротивление и два конденсатора. И это идет у нас через штекер на смартфон. И генератор у нас подключен, генератор у нас подключена батарейка. И все. Таким образом сейчас работает. Что мы будем делать? Чтобы у нас получился беспроводной. Это отсоединим, нам кабель уже будет не нужный. Это значит, что освободится штекер для наушников. И можно будет использовать внутренний динамик для звукового оповещения. Сейчас пока мы не можем его использовать, потому что включив штекер, отключается внешний динамик. А если мы уберем штекер и будем работать на Bluetooth, то тогда можно будет использовать внутренний динамик. Это очень удобно. Ну и плюс не будет проводов. Тогда нам придется теперь взять этот сигнал и обрабатывать в Arduino. Поэтому это пойдет сразу на Arduino. Это что мы будем проверять. То есть задача у нас такая. И с Arduino это уже проще всего. Если Arduino сможет обработать сигнал, то передать его через Bluetooth на смартфон это уже проблем не будет. У меня есть уже несколько приложений, которые работают с Bluetooth. Есть у меня шаблоны для программирования для Bluetooth. То есть там это уже будет быстро добавить в приложение поддержку Bluetooth. Вот что самое сложное будет, это сделать, чтобы Arduino обрабатывала данные, потому что работает процессор у Arduino, кстати, не как у смартфона. Тем более у смартфонов сейчас есть по 8 ядер процессоры, и у Arduino такого, естественно, нет. Поэтому я не знаю, сможет ли обработать, но мы попробуем. В следующем видео как раз мы это и сделаем. Мы проверим способности Arduino. Плюс еще может быть такое, что даже если Arduino сможет обрабатывать, сигнал идет очень слабый, и его придется усилить. Потому что в смартфоне сигнал усиливается. В смартфоне чего только нет. И усилители, и всякие сравнители, и все, что хочешь. В Arduino тоже есть много вещей, но никак в смартфоне. Поэтому нет такого мощного усилителя. И не знаю, хватит ли у Arduino мощности, чтобы считать данные. Если нет, то придется ставить какой-то операционный усилитель. Это несложно, в принципе. И они вообще дешевые операционные усилители. Поэтому с этим проблем не будет. Здесь же можно будет сделать после и дискриминацию тоже. Либо на микросхеме, на которую я сказал, либо в самом Arduino, как я хотел сделать на смартфоне. Но это уже после. Ну и все. Когда это уже все обработается, уже передать его через Bluetooth проще простого. Главное все обработать. И уже в дальнейшем, если это все сработает, то нужно будет как-то все это запихнуть в катушку. И вот это как раз и тоже будет не очень простая задача. Потому что схемка, например, вот эта вот защитная, может быть, уже даже не нужна будет, я не знаю. Потому что с Arduino так защищать не нужно, как смартфон. Но даже если будет и нужна, неважно. Схемка почти не содержит металла. Arduino тоже почти не содержит металла. И Bluetooth-модуль тоже почти не содержит металла. Поэтому не думаю, что повлияет сильно на катушку. А вот батарейка. Батарейка содержит металл. В этом DLC-XP, в беспроводном металлоискателе, у него стоит литиевая батарейка, насколько я знаю. И я вот не знаю, как они туда ставят, чтобы на баланс не повлияло. Либо они вставляют сюда батарейку каким-то образом с краю, или не знаю, сбоку. Я думаю, с краю сюда вставляют. И балансируют катушки уже с батарейкой вставленной. И со схемами. И находят баланс уже при вставленной батарейке. Это мы еще проверим. Для начала я просто хочу проверить вот таким вот образом. Вот, в принципе, вот такая вот задача. Поставить, подключить все к Arduino. И пусть Arduino обрабатывает. И потом через Bluetooth-модуль передает на смартфон. Проблемы, с которыми мы можем столкнуться, естественно, как я уже сказал, это низкая скорость работы процессора Arduino. Arduino имеет 8 бит для обработки данных. Поэтому не знаю, хватит ли этого для считывания данных с большой точностью. В принципе, все. Как я уже сказал, схемка будет простая. Просто к Arduino мы подсоединим Bluetooth-модуль. Подсоединим выход от приемной катушки сразу на Arduino. Или, может быть, через усилитель, через операционный. И тогда уже посмотрим, сможет ли Arduino обработать или нет. Ну вот и все. На этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Еще раз большое спасибо за подписку. В следующем видео мы уже перейдем непосредственно к испытаниям Arduino. То есть мы попробуем с помощью Arduino сочетать данные с приемной катушки. Это у нас и решит, сможем ли мы построить беспроводную катушку или не сможем. Потому что если Arduino не может сочетать данные с катушки, то смысла никакого уже нет. Если можно сочетать данные с катушки, то уже эти данные передать через Bluetooth-модуль на смартфон нет никаких проблем. Переделывать приложение и добавить возможность Bluetooth-а – это не проблема. То есть это уже, можно сказать, что сделано. Если заработает, продолжим дальше. Если не работает, то попытаемся решить это. И если в итоге не получится решить, значит на этом этапе мы забросим дело. Все решит в следующем видео. Получится или не получится читать данные с катушки. Ну все, всем пока. Продолжение следует...